Сейчас мы с вами находимся на археологическом комплексе поселения на Менке. И составной частью этого комплекса является так называемое Малое Городище. Эти валы были насыпаны на рубеже R и связаны с населением штрихованной керамики. Понятно, что на тот момент говорить о городском характере этого поселения не имеет смысла. На рубеже первого-второго тысячелетия были предприняты попытки расширить укрепленную площадь. И вот эти валы были включены уже в состав общих укреплений вместе с Большим Городищем, которые сформировали укрепленный участок археологического комплекса поселения на Менке. Сейчас мы находимся на так называемом Большое Городище. Его возведения связывают уже с концом первого-начала второго тысячелетия. И связаны с тем, что, скорее всего, вот это поселение на Менке начинает выполнять роль такого племенного центра для той агломерации поселений, которая существовала в конце первого-начала второго тысячелетия вокруг этого места. Поэтому и Малое Городище включается в его состав и предпринимаются очень масштабные работы по возведению вала, которая с одной стороны ограничила бы эту площадку, с другой стороны укрепила и позволила бы использовать это место как и убежище, и как такую небольшую крепость. Здесь появляются материалы, которые относятся и к скандинавскому импорту, и к восточному импорту. Судя по всему, расцветом этого городища, этого поселения был конец 10-го, начало, середина 11-го века. И вот этот период расцвета, скорее всего, прекращается, и жизнь этого яркого поселения становится таким достаточно заурядным, обычным. После событий, описанных в летописи по 1067 годам, потом 1085 год, возможность с этим связана. На самом деле, наверное, вот это поселение, о котором речь идет в летописи, вот мы на нем и находимся. Потому что тот современный Минск, который на берегах Свислочи и Немеги, это, судя по археологическим данным, это город, который возник уже в конце 11-го, в начале 12-го века. И связан с деятельностью полоской администрации в лице Глеба Минского, который для себя начал строить столичный город.